Нефтяной рынок вновь привлекает к себе внимание трейдеров. Цены на черное золото демонстрируют стремительный рост в ожидании публикации данных по недельным запасам сырой нефти в США от Министерства энергетики. Пока что участники рынка анализируют отчет от Американского института нефти. Его содержание зародило оптимизм среди инвесторов. Согласно данным отчета API, запасы сырья за неделю сократились на 8 миллионов 133 тысяч баррелей. Но быки уже приступили к наступлению, и нефть марки WTI торгуется на уровне 45 долларов 82 цента за баррель. Положительное влияние котировкам черного золота оказали также пониженные прогнозы добычи сырья в США на 2018 год и слухи о вероятном сокращении добычи нефти в Ливии и Нигерии, странах, исключенных из соглашения ОПЕК плюс по ограничению добычи. Это также стало одной из главных причин роста цен на североморскую нефть почти на 2%. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре находятся на отметке 48 долларов 27 центов за баррель. Сегодня также ожидается публикация ежемесячного отчета по объемам добычи нефти от ОПЕК. Как отмечают аналитики, дополнительную поддержку ценам на черное золото оказал слабеющий доллар США. Сегодня он также позволяет окрепнуть российско-национальной валюте. Пара доллар США рубль торгуется на отметке 60.65. Однако, как отмечают аналитики, укрепление рубля – процесс недолговременный. С выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен движение пары доллар США рубль вновь примет бычий характер. Это также касается нефтяных котировок. Аналитики отмечают, что вероятнее всего к окончанию торгового дня цены на черное золото продемонстрируют нисходящую коррекцию.